Спонсор данного выпуска детский интернет-магазин кроватых машинок Слипкар. Ссылочка в описании. Что, друзья, всем салют. Я, если честно, давно хотел снять такой выпуск и показать Сочи, как выглядит в ноябре. Сегодня 4 ноября. Я вам покажу пляж. Сегодня вроде праздник, поэтому еще народу побольше. Все, видимо, приперлись. Давайте смотреть. Так, это Нижняя Меритинка. Смотрите, как. Вот столько людей. Вот эти вот камни, их не было. Здесь была полностью вот так вот галька засыпана. Их выбило из-за шторма, который был на днях. На улице сейчас 22 градуса. Сегодня обещают до 25. Море сейчас 20 градусов. Но судя по Яндексу. А людей в овощи тьма. Это Настенька наша. Кафешки, все функционирует. Ничего не закрывается пока. Вон, детки пошли. Мы сейчас взяли с собой труселя. Будем тоже купаться. Окунемся, попробуем. Да, Тёмка? Купаться будем? Да. Я буду. Я буду. Сейчас поле и купаю. В общем, мы, как всегда, избегаем множества народа. В голуби потрепанные. И пойдем дальше, в сторону Абхазии. Смотрите, вот стоят доски саповские. Их тоже до сих пор можно брать в аренду. В общем, здесь все функционирует. Посмотрим, как будет под конец ноября. Интересно будет сравнить. Волейбольная площадка открыта. Идем, идем по пляжу. Вот так вот, такая отстановка. Напомню, 4 ноября. Мы взяли с собой хлеб старенький. Будем кормить птиц голубей. Ну, да, как всегда. Вот все взяли с собой купальник, а Настя не взяла купальник. Настя будет бегать, прикиньте. Поддержите Настю лайком, комментарии. Так, вот школа. Вот видите, люди взяли сапки, тут кататься. В общем, это все функционируется. Это классно. Такая каяка. Да, сап, можно взять. Можно сейчас взять, кстати? Нет, чтобы даже не вспомнить. Чтобы плавать. Чтобы Настя в форме плавать, нужно сначала научиться на нем стоять. Так-то ты упадешь сразу же. Здесь на днях буквально были навесы, но их убрали. Потому что был ветер сильный и море очень сильно штормило. Волны прям доходили где-то вот досюда. Все смывало и разбивало. Вон, видите, все лежаки, они все убрали наверх. Давай, давай. Вот, чтобы вы понимали, как после шторма. Видите, какой резкий спуск. Был вообще плавный-плавный, а сейчас вот такой. Кайф. Что, пойдете, пацаны, плавать? Сейчас пойдем. Попросили песочки поиграть им. Вот тут вот были навесы, вот их убрали. Причем в экстренном порядке стояла тут детская площадочка. О, птички. Привет, птички. Попугаи. Видите, у нас какие сочинские попугаи. Смотрите, какие классные. Ключные сочинские попугаи. Смотрите, сколько народу. Что творится в ноябре. Так и выпуск назову. Что творится в Сочи в ноябре. Класс. Слушайте, ночь кайфово. Мне вообще нравится вот эта история, что разделяют мусор и не убирают. Я так понял, что зимой волны, скорее всего, вот до сюда доходят в самую лютую погоду. Я тоже хочу это посмотреть. Мне очень сильно нравится когда море бушует. Такая мощь. Как вам? Напишите в комментарии. Класс, класс, класс. Решили подняться на саму набережную, чтобы показать, какая здесь атмосфера. Давайте теперь смотреть здесь. Вот, дельфинички. Так, это пляж относится к отелю Bridge. Ну, людей в любом случае, конечно, меньше, чем август, июль. Потому что велодорожка полностью свободна. Очень мало людей на ней. Кайф. Мы до днях катались на самокатах тут и на электро, и на обычных, потом чисто с пацанами. И кайфово, потому что никто никому не мешает. Вот такая история. Видите? Навесики люди берут, лежаки. Единственное, не скажу платно-бесплатно, но, скорее всего, уже эта вся история бесплатная. Потому что нет никаких контролирующих ребят, которые... Спасибо. Кто скажет? И, кстати, еще здесь остановили достаточное количество туалетов. Вот, например, на нашем пляже, где мы обычно заходим, там не было никакого туалета. Сейчас есть. Детская площадка по-прежнему функционирует. Все зелененькое. Класс, класс, класс. Так, сейчас я вам покажу еще из новшеств, что есть. Смотрите, у нас шли дожди, а в горах она вот так вот сделала. Смотрите, шапки уже все. Снегу. Класс. Где здесь туалеты? Так, еще по вновшествам, что не было в том году, это... И теперь самокаты стоят. Их можно взять. В принципе, хоть где, просто здесь прям такая большая парковка. Можно... Вот они вот так вот прям разбросаны стоят. Берете, останавливаете и оставляете их после завершения так же, где вы хотите, в зоне парковки. У них, то есть на карте в приложении отмечена вся зона и прямо на этой зоне оставляете просто и все. Из новшеств построили вот такую вот площадь, ее не было. Но я ее, по крайней мере, точно не помню. Фонтан, ступенечки. В общем, клево. Только я вам рассказал про туалеты, как дети захотели. Мы пришли, они закрыты. Пришлось нам полить кактусы. Ну, конечно, вот эта история неорганизована. Это печаль. Взяли пацана морожку. Так, короче, мороженое шарик в 100 рублей, но мы знаем место, где мороженое по 49 рублей. Чуть позже я вам покажу, поэтому, да, смотрите выпуск до конца. Вон такая вот тут площадь. Фонтан не функционирует, даже так водичка сливается. А мы же просто еще не включили утро. продолжают работать экскурсии. А еще, смотрите, вот зона бесплатного Wi-Fi. а мы двигаемся дальше в сторону Абхазии. Вот такая тут атмосфера. Вон стоят доски, саб. Короче, это все арендуется еще в полном, в полном разгаре, так сказать. рыбаки. Вот здесь всегда можно увидеть рыбаков. Класс. Народу немного, конечно, но достаточно. Я не ожидал в ноябре такое увидеть. Палатки, палатки, палатки. Все функционирует так же, как и летом. Вот видите, настоящий попугай, попугай-пират на одной ноге. Нет, две ноги. Велики, велики, вот видимо вся семья приехала на великах, отдыхает. Ну и смотрите, как здесь кайфово. Вот жаль, что я не взял с собой коптер, так бы я полетал бы над побережьем. Ну что ж, давайте этот выпуск мы сделаем без дрона, а потом будет все с дронами. Обещаю. Но в комментариях напишите, пожалуйста, насколько вам не хватает в кадре дрона, это который выпуск уже без съемок с воздуха. Мне лично точно не хватает. Классно, смотрите, как спокойно, ветра нету. Класс. Мысорка вон стоит. Это тоже Абхазия, Гагра. Абхазия, что нету? А здесь растянутый просто там срезает, либо волнорез стоит. Посмотрите, какая красотища. Шапки все в снегу. Ну, камера, к сожалению, не передает всей вот этой вот красоты, но я надеюсь, вы это прочувствуете. Класс. А вот этот вот участок нашей набережной мне нравится особенно, потому что здесь нет вот этих больших как они правильно, парапетов от волн. Видимо, здесь где-то стоят на глубине волнорезы, которые волну уже не подпускают. А кто точно знает, почему здесь нету этих больших бордюров напишите в комментариях. Давай сюда поближе. А еще я в корму заметил. Есть такой прикол. Смотрите, какие штуки строят. Из камней. Кай, да? Пошли, пошли. Такую. Да. Красивые горы, да? Да, Родион? Угу. Ну, не надо так тут еще. Ой, какой кайф, какой кайф. Короче, смотрите, еще, чем вам расскажу. Набережная заканчивается. Видите, вот этот забор? Это как бы все, граница. Но там дальше есть еще пляж. Крылья Балтики. Это самый труднодоступный пляж. Там всегда малолюдно. Там есть два кемпинга. Сейчас. И есть можно, короче, шашлык пожарить. Там так более лайтовый и свободный, чем, например, на вот этих пляжах. что, прибежал? Вкусное мороженое, Тем? с зефиром, с маршмеловым, да? Вот он, забор. Но, говорю, буквально метров через 300 другой забор, и там уже крылья Балтики. Ну, все, пошлите пробовать водичку купаться. Татем, не ходи далеко, вдруг глубоко. что, холодно? Свеженькая, да? Как в Оленевке в июле. дети уже искупнулись, не успела мама снять, сейчас папа снимает. Вот так вот. А вон папа плавает. Что, свежо, ребята? Греться быстро. Мама, давай забежим. Давай. Оторваны, вообще. Оторваны, говорю, дети. Короче, вода в ноябре. Нормальная, паспорт. Да, можно урисоваться, не путашки. Я ищу. Еще? Давай же вместе забежим. Подождите, подождите. Подождите меня. Давай. Раз, два, три. Пытаемся покормить сочинских попугаев с руки. Подождите, гуечки. Подождите. Гуечки. А еще, друзья, помимо рыбаков, которых здесь достаточное количество, здесь еще ходят люди с металлоискателями после шторма. Я вчера вечером заметил их, а вот сегодня вот они днем здесь лазят. Видимо, после шторма много чего намывают. А если кто-то что-то находил при помощи металлоискателя, напишите в комментариях, что находили, что здесь есть. Может, тоже прикупить себе такую штуку. Вот, посмотрите, где стая сапов, там стая дельфинов прямо с ними плавает. Видали? Вот так вот. Кайф вообще. Так, время ближе к часу. Посмотрите, что творится на набережной. Смотрите, сколько людей. Посмотрите, что на пляжах. Ничего себе. Смотрите, там что. Сейчас дойдем, покажу. Вспомните, начало выпуска, я вам показывал, как было малолюдно и как теперь. Все, движуха, движуха. Обалдеть. Вот, смотрите, сколько тут народу. Вообще, 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 вообще. А дельфины так и не уходят. Смотрите, они все плещутся и плещутся там. Я продолжаю вам показывать стаю дельфинов. Смотрите. Ого, слушайте, какой-то кайф. Берешь доску, плывешь и прямо есть с дельфинами. Смотрите, каких много. Класс. Ладно, пойдемте с вами дальше. Пошлите, ребят. Вот, детскую площадку убрали. Вот так она теперь выглядит. Убрали, Артем, сезон закончился, потому что вот так вот. Пляж это Радж говорил вам уже. Вот жаль, что не взял коптер. Ругайте меня за это в комментариях, потому что я вообще смог быстренько подлететь и поснимать с воздуха стаю. Вот так вот. Взя, вот что творится на пляжах в ноябре. Обалдеть. Я приятно удивлен. Так, вот они сочинские попугаи. Понятно. Да, ближе к обеду набережная Желая. Вот мы уже подходим к нашему участку, где мы обычно бываем. Вот так вот. там большой дворой. Ну, кайфово, кайфово, да, если в начале выпуска я вам показывал, что на велодорожке так мало самокатов, мало велосипедов, то ближе к обеду вот уже движуха прям плотная, плотная, плотная. Ну, от этого кайфово. Так, пошлите на пляж посмотрим. Забитая история. Так, ну вот, мы уже подошли к тому месту, куда мы обычно приезжаем, сюда спускаемся здесь, этот пляж, возле ресторана Магеллан. Вот тут есть вот эти люди, которые до сих пор торгуют животными. Почему их до сих пор не прикрыли, блин? Так. прокаты. Вот пошел спуск к нам, где мы паркуем. Сейчас покажу, где у нас парковочка. Домашние, видите, фрукты, овощи. Тренажерочка небольшая. Прокат, прокат. Идут мои. Родион больше не может. Артем набил полный портфель камней и несет домой. Не знаю, зачем. так, и да для тех, кто здесь либо кто приедет. Смотрите, вот он прокат, вот палатка, вот эта белая. Здесь мороженое по 49 рублей. Так вот, вот так вот. А вот наш машина. Все, пришли. Вдоль дороги всегда обычно мы ставим тачку. Вот она. В общем, друзья, вот такой выпуск получился. Чисто, как говорится, то, что не особо хотел походить на камеру, поснимать, показать. Но, наверное, это сейчас в этот период цена, потому что многие хотят сюда приехать, не понимают, как с погодой, не понимают, какая здесь уже ноябрьская осень, какие здесь красоты, можно ли купаться, не купаться, как здесь на пляжах. Наверное, сейчас это прям будет актуалочка. Если актуалочка, напишите в комментариях, поддержите лайком, припустите видос. Это большая поддержка. Ну и, конечно, подпишитесь на канал. В общем, спасибо вам за просмотр, за поддержку. До новых выпусков. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова